Выгнали без объяснения причины, нахамили и в результате испортили вечер. Так закончилась неделя для местных студентов. Группа из 10 человек. Они собирались посидеть тихо, спокойно в дружеской компании в одном из городских кафе. Но администрация заведения попросила молодых людей удалиться. Как приняли у нас заказ, к нам подошла официантка и сказала, что нас не имеют права обслуживать, так как нет 21 года. Мы просили объяснить причину. Нам сказали, что это частное заведение, объяснять им ничего не будут. Сказали, что это частное заведение и они имеют право отказать, не предъявляя никаких причин. И показали мне свой устав. Устав кафе, подписанный директором, содержит 10 пунктов и висит прямо на входе, в уголке потребителей. Администрация кафе имеет право отказать в обслуживании любому гостю без объяснения причины. Так звучит первое правило для посетителей. Все студенты, оказавшиеся в итоге за дверью, совершеннолетние ребята рассказывают, что некоторые заказали алкогольные коктейли. Но паспорта они предъявили. Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились за комментарием в Роспотребнадзор. В каждом хоссубъекте есть свои внутренние правила, которые рекламентируют их деятельность. Но эти правила не должны противоречь действующему законодательству. А в гражданском кодексе четко прописано в 426 статье третьей части, что отказ лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность от заключения публичного договора, при наличии возможности предоставить потребителю соответствующую услугу, не допускается. Выходит, отказ в обслуживании этим студентам был неправомерен. Пришла компания, у которых, как мне объяснили, не было наличия паспорта. И в связи с этим было отказано в обслуживании. Но было сказано некорректно, еще раз повторюсь, и хотелось бы извиниться перед ними. И в письменной форме мы сделаем извинения. Своё слово Сергей сдержал, и спустя несколько часов после визита нашей съемочной группы написал одной из студенток следующее сообщение. Хочу попросить извинения перед вами и вашей компанией, от лица всего заведения, за некорректную работу персонала. Я провел ряд необходимых мероприятий, виновные уже наказаны. Я надеюсь, такого больше не повторится. В качестве извинения мы можем предоставить вам скидку в 20% при следующем бронировании. Еще раз приношу извинения за испорченный вечер. В Роспотребнадзоре рекомендуют на хамское, порой неправомерное поведение сотрудников кафе, писать жалобы сразу в суд.